Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. Вчера 9 мая в Севастополе в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годочине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, приняло участие порядка 200 тысяч человек. В первой половине дня прошел грандиозный парад победы. Все внимание было приковано к демонстрации боевой техники и шествию военных, проследовавшей за ними колонне победителей и бессмертному полку. В этом году акция объединила порядка 15 тысяч человек. Весь день в Севастополе работали ярмарки, вернисажи. Вторая половина дня творческая. В завершении празднования Дня Победы концерт. На главной сцене города выступали местные коллективы, а также специально приглашенные гости российской эстрады. О кульминации 9 мая в репортаже Олевтины Игнатьевой. 9 мая, 19 часов. На главной площади Севастополя собираются жители и гости города. Вы не представляете, как мы довольны, что мы в России, что мы вот сейчас так живем, что у нас тихо, мирно. Мы спокойны за своих детей, за своих внуков. Мы очень всему рады. Мы сейчас на площади Нахимова с радостью встречаем этот день, 9 мая. Поздравляем всех севастопольцев и гостей этого города с замечательным праздником, который организован для всех. Дорогие севастопольцы, поздравляю вас с праздником. Желаем вам мирного неба, счастья, здоровья и всего самого-самого наилучшего. И чтобы вас помнили и любили подрастающее поколение, ценили то, что деды завоевали Великую Отечественную войну и никогда об этом не забывали. Всем хорошего настроения на вечернем концерте. Поздравляем всех с 9 маем. Ура! Праздничную концертную программу «Песни России» открыл сводный детский хор Севастополя. Это порядка 400 лучших вокалистов возрастом от 7 до 17 лет. Отбирали ребят среди воспитанников всех музыкальных школ города, общеобразовательных учреждений и домов культуры. На главной сцене города ребята исполнили три песни. Я очень люблю петь и выступать. Это очень важно мне сегодня выступить на этой сцене, поздравить всех с 9 маем. Я об этом только мечтаю. Это гордость, наверное, за свою страну и это честь выступать перед всей страной. На меня, Россия, ты похожа в лучи. Солнце светит, вверх, 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 вверх. Продолжили концерт финалисты Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Дети России». Это сказки Россию учили любить. В битвах герои Русь защищали, чтоб дети России могли мирно жить. Далее в концертной программе выступления эстрадных и народных коллективов России, вокальных ансамблей Севастополя и Крыма. День Победы и нет ей цены, низко-низко хочу поклониться ветеранам минувшей войны. Кто пойдет по следу одинокому, сильные, но смелые головы сложили в поле, в бою. Поздравить с праздником севастопольцев и гостей города приехала группа «Белый орел». Девятое мая, девятое мая, победа отчизны моей. В завершении концерта артиллерийский салют и выступление хора турецкого. Девятое мая, один из самых любимых праздников страны. В этом году в Севастополе в мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по данным правоохранительных органов, приняло участие порядка 200 тысяч человек. Алевтина Игнатьева, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Сегодня на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧАЭС губернатор Сергей Миняйло выразил благодарность профильным структурам правительства за проведение мероприятий 9 мая. По оценке специалистов, праздник прошел без существенных происшествий, сообщает пресс-служба правительства Севастополя. За прошлые сутки дома по улице Загородянского оставались на 6 часов без света. Такая ситуация произошла из-за проведения земляных работ от компании «Севпроектмонтаж» без соответствующих разрешений. Это уже десятая авария по вине этого предприятия за текущий год. Также на заседании штаба обсуждались заброшенные заправочные станции. Губернатор поручил разобраться с этим вопросом. Сергей Миняйло отметил, цитата, «Необходимо с помощью соответствующих структур разыскать владельцев данных объектов. Станции необходимо либо продать, либо сдать в аренду. Если обладатель имущества не объявится, выставить его на торги. В городе не должно быть заброшенных и неухоженных объектов». Также на заседании директор Департамента культуры Галина Солянина сообщила об открытии 11 мая в Силостополе первого международного фестиваля русской словесности «Точка сборки». В нем примут участие писатели, философы, публицисты, издатели, филологи, деятели культуры из семи стран. Специально для участников фестиваля учреждена Таврическая литературная премия. Сегодня в связи с ремонтными работами на энергосети возможны отключения электричества по улицам Пластунская, Ревякино, Подольцево и переулку Перекопский. По информации, Севастополь Энерго возобновят подачу к 17 часам. Также сегодня до 15.30 в связи с проведением работ прекращена подача газа в домах по улице Адмирала Октябрьского и Большой Морской. Администрация предприятия «Севастопольгаз» просит потребителей соблюдать правила безопасности во избежание возникновения пожара. К этому часу это все новости. А за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин